всем добрый день меня зовут олеся рада видеть вас на своем канале сегодня готовлю печенье для шокоголиков супер шоколадное печенье присоединяйтесь при готовом месте можно готовить и на повседневку и для праздников отличный вариант для наполнения коробочки с печеньем просто супер будет берем 300 грамм шоколада у меня смесь черный и белый также потребуется щепотка соли 6 грамм разрыхлителя 90 грамм сливочного масла 3 яйца среднего размера 150 грамм сахара и 10 грамм ванильного сахара яйца желательно брать комнатной температуры шоколад нужно поставить на паровую баню для этого я налила в кошек уже горячую воду чтобы она быстрее закипела и ставлю огнеупорную посуду шоколада на эту кастрюлю естественно посуда должна быть большего диаметра чтобы не касалась воды берем мягкая комнатная температура сливочного масла добавляем сахар ванильный сахар и просто все перемешиваем миксером можно это сделать миксером а можно просто растереть лопаткой в это время шоколад уже практически растопился помешиваем его не перегреваем добиваемся просто однородной такой гладкой а глянцевой массы и добавляем подготовленный шоколад к маслу добавляем этот шоколад сразу же горячим вливаем и перемешиваем тщательно миксером как только масса начнет густеть можно проверить еще чтобы подстраховаться просто рукой пальцем достаточно ли остыла эта смесь чтобы не сварились яйца обычно во время взбивания на быстро остывает и можно сразу добавлять по одному яйцу и каждое яйцо тщательно вмешиваем тщательно взбиваем миксером и в итоге смесь должна получиться такой воздушной как какой-то такой насыщенный шоколадный крем также добавьте соль не забудьте разрыхлитель и всыпьте просеянную муку обычно уходит примерно триста сорок триста пятьдесят грамм зависит от размера яиц главное здесь густота тесто после того как добавили сухие компоненты тщательно перемешивайте лопаткой либо насадками крюки от миксера и сама вот это вот масса само тесто не должно быть густое вымешайте посмотрите отрегулируйте густоту теста посмотрите вот я сейчас очень хорошо показывал с лопатки тесто должно стекать такой ленивый полоской полоска вот этого теста должна плавно стекать не падать вот именно как бы тянутся слегка за лопаткой это нужная густота убираем посуду с тестом в холодильник охладиться на несколько часов я это делаю в морозилке чтобы побыстрее было мне лень ждать всегда я поэтому минут на 15-20 ставлю миску с тестом в морозилку и вот такой вот в итоге пластичное тесто получается очень удобно с ним потом работать и катать шарики я тело довольно таки крупное печенье если будете делать наполнение для подарочных коробочек либо просто хотите сделать его помельче отмеряйте тесто чайной ложечкой я отмеряла столовой ложкой вот у меня из набора из комплекта мерочек еще потребуется 50 грамм примерно сахара и 100 грамм сахарной пудры дополнительно сначала шарики они согреются от рук от тепла рук и будут хорошо обваливаться в сахаре обваливаем сахаре а потом сахарной пудре советует это дело для того чтобы сахарная пудра не так быстро таяла и получились красивые трещинки и вот вот вся вот эта вот белоснежность сверху печенья сохранилась я в принципе особой разницы не заметила обваливать просто сразу в сахарной пудре или в сахаре единственное что вот эта вот корочка сверху печенья получается намного вкуснее именно при таком способе она получается более плотная сахар тает что логично и более такая хрустящая а внутри очень вкусное на печенье мягенькая получается выкладываете желательно печенье подальше друг от друга в первый лист я слегка перестаралась распределяйте примерно вот как на втором у меня листе печенье чтобы она не соединялась друг с другом печенье выпекаем при 200 градусах примерно 15-17 минут дольше не нужно когда вы его достанете из духовки она будет мягкая просто оставьте его на листе остыть полностью и только потом снимайте уже полностью остывшие чтобы добиться вот этой вкусной серединке мягенькая насыщенная шоколадной и хрустящей корочки поэтому не передерживайте это печенье вот такой момент еще важный и посмотрите какой она получается на разломе как я сказала красивые трещинки внутри она мягенькая сверху тонкая хрупкая хрустящая корочка конечно когда она полежит со временем через несколько дней она все станет более плотным но это вообще не умаляет его никак достоинств поэтому свободно можно хранить достаточно долго с чаем с кофе просто отлично готовьте с удовольствием надеюсь вам тоже понравится подпишитесь на мой канал если вы этого не сделали поддержите это видео пальцем вверх поделитесь с друзьями всем пока вкусного вам шоколадного печенья свои отзывы как всегда пишите внизу в комментариях